Привет, ребята! С вами Даша. Я тут, знаете, что выяснила? Что я совершенно забыла рассказать вам про несколько книг в рубрике «Прочитанное». Все эти книги я прочитала за этот год, за 21-й, но дело в том, что пока я входила вот в эту свою блогерскую колью, либо эти книги продолжали читаться, пока я снимала какой-то отчет о прочитанном, и они туда не могли войти, потому что я их не дочитала, либо я про них забывала, когда уже готовила следующий какой-то отчет. В общем, неразбериха у меня была полнейшая, а тут мне буквально щелкнуло в голову, как же так? И было бы совершенно несправедливо по отношению к самим этим книгам не рассказать о них. Так что я сейчас буду спешно исправляться. Первую книгу я читала зимой, это где-то февраль. Вторую книгу я читала в начале марта. Третью книгу я читала в период около 9 мая, за неделю или после. И четвертую книгу я закончила где-то на рубеже августа и сентября. Причем про все эти книги я так или иначе упоминала, либо в публикациях в инстаграме, либо в сторис, но почему-то, извините, в общем, бывает. И помимо вот этой очевидной цели рассказать про книги, у этого видео есть вторая цель. Я хочу посмотреть, насколько будет плохо по звуку снимать вот в таком антураже. И я на кухне напротив балконной двери. Если у меня получится вытянуть звук, если не будет слишком слышно эхо, если не будет каких-то посторонних шумов, то такой формат будет появляться здесь часто, и он очень сильно облегчит мне мою деятельность. Так что, ребят, вопрос еще и к вам. Насколько вам ужасным кажется звук в этом видео? Или, может быть, все окей, и вы мне даете отмашку, Даша, снимай и вот в таком антураже. Ну и теперь поехали. Переходим к книгам. Зимой выходил отчет о прочитанном, где я нахваливала Крампуса Брома. Меня книга впечатлила хотя бы потому, что я жуткая трусиха. Я переживала, что будет очень страшно, что я буду плохо спать, что будут какие-то негативные эмоции. Но оказалось, что это достаточно весело. Весело настолько, насколько может быть веселым боевик с чертями на санях. И без учета того дрожжака и кровяки, которая там происходит. И после Крампуса я быстренько метнулась за похитителем детей. Меня, в принципе, предупреждали, что там будут триггерные темы. Это темы, связанные с детьми, с их какими-то страданиями. И как бы, да, книга прямым текстом напоминает, прям с обложки, что это про детей. Но я так собралась, подобралась и смело пошла читать. И рыдала уже на первых страницах. Потому что Бром настолько проникновенно описывает то несчастье, которое там происходит с девочкой. Я рыдала, потому что я не могу влезть в сюжет, я не могу влезть в книгу и забрать ребенка из того страшного места, в котором он находится. И более того, Бром дает нам понять, что такое уже происходило и не раз. И еще он дает понять, что единственный, возможно, человек, который мог бы спасти эту девочку, единственный ее защитник в этом мире, умер. И умер по собственной воле. И это какой-то трындец. И в этот момент Бром вводит в сюжет персонажа с обложки. И ты вроде даже выдыхаешь, потому что, ну все, зло прогнали, девочку спасут. Но на самом деле о спасении, об избавлении от страданий нужно еще поговорить. Потому что это не фея крестная. И явно не Гэндальф. Это волшебный помощник пришел к девочке. Но помощник сильно специфический. В Похитителе детей Бром опять занимается переработкой всем известных сюжетов. В Крампусе это был конфликт Санта-Клауса и Крампуса, повелителя Йоля. Достаточно известный сюжет. В Похитителе детей это образ Питера Пэна. И я думаю, многие знают, что даже оригинальный образ Питера Пэна весьма сложный, весьма неоднозначный. До сих пор вызывает уйму дискуссий. Так вот, у Брома Питер еще более усложнен. Ну, мне кажется, по крайней мере, несколькими моментами. Ну, во-первых, да, он молодой. Это вечная молодость. Но при этом, учитывая, сколько времени он живет, а это не 10 лет и не 20, при таком необычном течении жизни, при таких огромных сроках, он не мог не повзрослеть. Далее он выбирает себе методично и с вполне определенной целью, кого он будет спасать. И третье, возможно, самое здесь важное, это его детство, о котором мы узнаем. И это тот момент, на котором я еще раз рыдала. И вот хотя бы поэтому, несмотря на то, что Питер существо волшебное, у него очень много общего с вот этими детьми, за которыми он приходит. Общая сюжетная канва. Юный Ник попадает однажды в передрягу, в которой его вполне возможно убили бы, если бы не пришел Питер. Питер выручает Ника, они некоторое время проводят вместе, и Питер зовет его с собой в некий Авалон, где есть место волшебству. И Ник воспринимает это все с какой-то долей, конечно же, скепсиса, но все равно понимает, что все в мире, где он живет, ему больше нет места, ему нельзя возвращаться домой. И Тиму тоже некуда. И он соглашается пойти с Питером. В Авалоне Ник поймет замысел. Но он вообще-то много чего поймет. Он, например, поймет, что у смелости могут быть различные проявления и различные лица. Он поймет, что трусость очень часто идет рука об руку с хитростью, и что у зла в этом мире могут быть различные причины, но зло это всегда зло. Вообще, эту книгу я бы назвала пособием для родителей, как не надо поступать с детьми. И вообще, похититель детей напичкан психологизмом и такими ситуациями, в которых без психотерапевта, мне кажется, вообще не разберешься. Это и ситуации чисто подростковые, и иногда взрослые ситуации, потому что иногда у Брома смещается фокус, и нам показывают поступки и мотивацию взрослых. И тут, возможно, возникнет внутренний спор. От вопроса, да как же так вышло, до вопроса, что со всем этим надо было бы сделать. Брома мне хочется посоветовать, знаете, вот перед Хэллоуином. Если вдруг вы еще не выбрали книгу для чтения в Хэллоуиновский период, похититель детей, мне кажется, замечательно подойдет. При этом вы получите не просто атмосферную страшилку, а действительно очень хорошее, грамотное произведение, над которым можно подумать, поразмышлять, порефлексировать, что самое интересное. За потерянных богов у Брома я еще не бралась, я на них положила глаз, но мне сказали, что, возможно, он еще более триггерный, так что я пока приостановила, но зная свою стихийность в выборе книг, я иногда чего-то не собираюсь читать, а потом через день тут же начинаю, так что стопроцентно зарекаться не буду. Все остальное Бромовское я так пристально не изучала, но если вдруг вы читали и вам есть, что по этому поводу сказать, то я вас жду в комментариях, я все это внимательно прочитаю. Вторая книга, и здесь я начну немножечко издалека. Я уже говорила в прошлом ролике или в позапрошлом, я не знаю, когда выйдет вот это видео, в общем, в книгах про путешествия я говорила, что я слежу за Риз Уизерспун и также я слежу за Сарой Джессикой Паркерой. Это две актрисы, которые организовали свои книжные клубы, и они под гидой своих клубов выпускают какие-то книги, продвигают каких-то авторов, это очень классно, это прям действительно здоровские такие моменты. Книги, которые рекомендует клуб Риз Уизерспун, имеют даже специальную наклейку, это очень классный маркер для респекта. Также Риз Уизерспун очень часто снимает что-нибудь по своим же книгам, либо полнометражку, либо сериал, мне кажется, даже чаще сериалы. Но знаете, там «Большая маленькая ложь», «Повсюду заделит пожар», это вот самые очевидные такие моменты, где она была продюсером. Я вам рекомендую подписаться на аккаунты и Сара Джессики Паркера и Риз Уизерспун, по крайней мере, на книжный аккаунт Риз Уизерспун, ну или, по крайней мере, вы можете все это загуглить, это все отлично ищется в сети. В общем, я поступила именно так, не стала листать бесконечно эти инстаграмовские ленты, я просто загуглила и надергала из тех списков книг, которые нашла, что-то интересное для себя. Таким вот образом я нашла книгу «Игра в ложь» Рут Уэйр. Чего мне хотелось от этой книги? Какую-то тайну, какие-то моральные весы или качели, если хотите, у героев, потому что ложь, она всегда требует вот этого внутреннего спора, спора, и мне еще хотелось непростых женских характеров, и я все это в той или иной мере получила. История заключается в чем? Четыре подруги когда-то учились в женском пансионате, и у них была игра, игра в ложь. Ну, что-то вроде «Ты знаешь, я ей сказала, что ее родственник Оскар Уэйлд, она поверила, 5 баллов мои». И вот таким вот образом девчонки развлекались, но, понимаете, есть ведь вещи, о которых если соврешь, то твоя жизнь просто с ног на голову встанет. Особенно, если в этой лжи фигурирует чей-то труп. И вот проходит много лет, и одна из подруг созывает всех к себе, потому что их самая страшная ложь готова вот-вот всплыть наружу. А там как бы у всех карьеры, дети, в общем, то, чему вот эти вот проблемы вообще не нужны. И тут я вас сразу предупреждаю, что чуть ли не из-за нотации понятно, чей именно труп будет обнаружен. Это на самом деле не сильно вредит сюжету и вот этой всей интриге, потому что вся загвоздка немножечко в другом. А смерть одного из персонажей — это просто часть уравнения. Но вот когда я дошла до причин смерти, у меня был просто какой-то риторический, восклицательный вопрос, можно так сказать. Вот по-другому вообще что ли нельзя было? Вы серьезно? Роман написан так, как написан. Автор решила сделать именно так. Но я все равно не удержалась хотя бы от пары фейспалмов, потому что ну можно же было по-другому. Вообще «Игра в ложь» — это та книга, на обложку которой можно смело повесить предупреждение. Эти герои могут вас бесить. Меня бесили там практически все. Вот без малого. Подруги хотя бы потому, что они выдумали эту игру. И ладно бы она приносила пользу мой внутренний матроскин, мне кажется, вообще сейчас в шоке. Или хотя бы не обредила и никого не обижала. Но нет же, художник Амброус меня вообще бесил своим сомнительным поведением. И да, его поведение очень сомнительно. Капслокам можно к нему вопросы задавать. И если возвращаться обратно к подругам, то они сейчас повзрослели. И если вы думаете, что к ним стало как бы немножечко меньше вопросов, то нет, ну по крайней мере не ко всем в равной мере, но вопросы к ним все-таки можно найти. Центральная героиня Айса это вообще какой-то синоним неискренности. Не потому, что автор фальшивит, а потому, что она ее такой и сделала. И ты чувствуешь все время, что Айса как будто бы врет или не хочет признаваться себе самой во многих очевидных, кажется, вещах. И это, конечно, не самая сильная книга про запутанные там семейные, дружеские, вообще человеческие отношения. Но если вы любите легенькие триллеры, то игру в ложь я вам прям посоветую. Ее можно читать и из-за самой интриги, конечно же, а еще и из-за локации, из-за того, что ты все время ждешь, что кто-то из героев образумится и сделает что-нибудь по-нормальному. И тут же потом ты себя останавливаешь и думаешь, блин, ну им же страшно, любому бы на их месте было бы страшно. А когда людям страшно, и даже не когда людям страшно, люди в жизни могут творить такую лютую дичь. Мне, в принципе, таких споров самой с собой хватало, чтобы немножечко сбавить тон скептицизма к персонажам. В общем, интересный, конечно, был опыт, и я держу у себя в заметках этот список книг из библиотек Орис Визерспун и Сары Джессики Паркер. Я надеюсь, на самом деле, что у меня побыстрее получится как бы вернуться к изучению дальнейшему этого списка. Книга номер три. В период 9 мая, там, за месяц или за несколько недель до или после, я обычно читаю что-нибудь про Великую Отечественную войну или про Вторую мировую войну в целом. И этой весной у меня выбор пал на книгу «Полынная елка» Ольги Колпаковой. И насколько я вам скажу, разные отзывы есть на эту книгу. Есть те, кто увидел в книге человеческие судьбы, человеческие горести, сложности, которые наложили на них отпечаток, не могли не наложить отпечаток. И были даже такие отзывы, которые костерят книгу, на чем свет стоит, обвиняя ее чуть ли не в заказухе, проплаченности, ну вообще во всем таком. И вам, конечно же, самим выбирать сторону, но лично я не на стороне вторых. Это история немцев, которые жили в России еще до начала Второй мировой войны. Они жили уже давно, поколениями, возможно. И тут их застигает Великая Отечественная война. И им нельзя теперь жить в родных ростовских деревнях. Их высылают в Сибирь. Ну потому что вот такие правила теперь. И книга, что важно, детская. Но, наверное, как многие книги про войну, она написана как будто бы не для детей. И тут надо делать скидку на то, что детьми такие вещи воспринимаются гораздо-гораздо легче. Когда мы взрослые, когда мы более опытные, у нас уже уровень рефлексии может заходить в неведомые дали. Мы это можем пропускать через себя гораздо глубже и опираться на какие-то свои печали. И вообще страшное дело будет. У детей со всем этим проще. И еще в этой книге про Рождество. Только оно будет очень необычным, потому что не будет елки. Но зато можно найти ветку полыни и украсть ее игрушками из теста. И какой-то книжно-страничной порезанной бахромой. И лично мне очень важно читать о тех событиях. Особенно детскую военную прозу. Но вот рассказывать об этом я сильно не люблю. Потому что при рассказе очень часто натыкаешься на какой-то протест внутренний от человека. И у этого протеста могут вообще быть разные причины. И сейчас я приведу пример сравнения. Однажды, это был класс, наверное, шестой или седьмой, мы стояли на торжественной линейке, посвященной 9 мая, и была объявлена минута молчания. И вот мы все замолчали, кроме моей одноклассницы, которая стояла рядом со мной. И она хихикала, пихала меня плечом, все время спрашивала, Дашка, ты чего молчишь? А мне так было за нее стыдно. Мне так хотелось, чтобы ее увидели взрослые и как-то отчитали или заставили замолчать. Но, в общем, она мне делала максимально неприятно. И даже дело не в том, что я в том возрасте осознавала глобальность этой традиции. Нет. Я, возможно, сама еще не до конца понимала глубинность традиции, действительно. Но, да, было дико неприятно. И вот такие же чувства неловкие у меня вызывают какие-то отзывы, которые ругают детскую книжку. Нет, я понимаю, что есть объективно спекулятивная литература. Но полынная елка, мне кажется, это вообще не тот случай. И, если честно, мне повезло, наверное, что я со спекулятивной литературой практически в этом ключе не сталкивалась. Так что, ребят, да, читать или нет, решать вам. Вам выбирать, как к этому всему относиться. Но мое последнее слово такое, что у меня в моей личной библиотеке военных книг плюс одна хорошая книга. И последняя книга на сегодня. Это неожиданная для меня книга, потому что я ее как раз-таки читать не собиралась. Но потом я увидела у Юли Буксраун обзор и загорелась прочитать Андриана Чайковски и Дети Времени. Адриана Чайковски. Одним словом можно назвать итог от того, как я ожидала увидеть финал и каким я его получила. Это называется «Вот это поворот». И я даже не буду описывать, чего я ожидала, потому что это, возможно, будет каким-то своеобразным спойлером. Человечество уже давно занимается колонизацией космоса. И вот у них на пороге новый проект. Они собираются на будущие потенциальные земли отправлять капсулу с обезьянами и еще одну капсулу с вирусом, который при попадании в организм обезьяны будет заставлять этот организм эволюционировать в более ускоренном темпе. Очень сильно ускоренном. И в какой-то момент человечество найдет на этих землях такую же расу, как они сами. Ну или почти такую же. И вот перед нами это первая экспедиция, где все, что могло пойти не по плану, пошло не по плану. Но вирус все-таки попадет на планету. Правда, умнеть и эволюционировать будут не обезьяны, а пауки. Звучит так себе, но не это мне показалось на самом деле самым таким неприятным. Хотя, конечно, большое, умное и мохнатое превращает даже меня в Рона Уизли. Но самым неприятным мне показался первый «Искусственный интеллект». Там есть в сюжете момент, когда искусственный интеллект, его выходка заходит, ну как-то уж слишком далеко. И мне это было физически больно читать. Это, знаете, когда Сири взбесилась и сама выбирает, как тебе жить, куда тебе ходить. И вообще жить ли ты будешь? Будешь ли ты вообще дышать? Ужас вообще, ужас нет. И еще в неловкое чувство меня приводил комплекс Бога. Начинается там все с ученого, доктора Авраны Керн. И она является главой всего этого проекта по расселению умных обезьян и превращению их в человеческую расу. И описание построено в тот момент так, что мы, не теряя сути, в чем же там эксперимент, все-таки не имеем шанса не заметить терминальную стадию эгоцентризма Авраны Керн. Она разве что вслух не говорит, что она есть Бог. И выглядит с одной стороны это максимально нелепо, а с другой стороны, блин, я даже через текст ее боялась. Чайковский в своем романе вообще очень хорошую работу проделал, потому что сюжетные допущения, ну, вроде как корабль летит далеко-далеко, люди живут очень долго-долго, все это, оно не добавлено от балды, чтобы было. И тоже долголетие там, например, без каких-то побочек совсем уж не дается. И мне такое очень понравилось, было приятно читать, потому что ты читаешь не про Мэри Сью в космосе, а действительно какое-то возможное альтернативное будущее. И там видно даже, как Чайковский пытался смоделировать мышление и речь людей, которые живут задолго после нас, и у них как бы совсем другой мир, вообще отличающийся от нашего. Но при этом, да, они другие, но все равно у них есть вот эти человеческие чистые характеры. Между персонажами там происходят какие-то отношения, и это все не какие-то картонки неживые, которые автор передвигает, просто ведя нас к какому-то задуманному финалу. Нет, там и коса будет на камень находить, и очень много человеческое, личностное человеческое будет проявляться, и социально-глобальное будет проявляться, и нечеловеческое там тоже показано достаточно подробно и интересно. И вот если говорить о нечеловеческом, мне из этого показался несколько скомканным и сжатым, что ли, купированным финал, потому что меня Чайковский сам как бы разогнал. За всю книгу я с такими подробностями читала, что там происходит в течение много-много-много-многолетий. Потом такой кратенький финал. Но это мои ощущения, у вас могут быть, конечно, совершенно другие. Но мне было маловато, хотя, в принципе, каких-то общих впечатлений не подпортило. Ну что, ребят, вот за эти четыре книги я еще вам не успела отчитаться. Буду считать, что я исправилась. Напоминаю вам написать мне про звук, про эхо и как меня слышно, и не мешает ли это все понимать мою речь. Ну а я буду прощаться с вами до следующего видео. С вами была Даша. Всем хороших книг, приятного чтения. Пока-пока.